Всех приветствую! Читаю ваши комментарии интересные. Опытный пишет. Из опыта общения с магами или ситхами, как угодно, могу заметить общее для них. Первое. Очень жесткие люди, очень скрытые. Второе. Никогда не говорят ничего о том, откуда исходят их знания, не учат за деньги. Третье. Не интересуются этим миром, живут скрытно, никогда не богаты. Четвертое. Даже если все повторить, не овладеть ситхами. Я не знаю инструменты этого опыта, они могут стать, кто хочет. Пятое. Так называемые всем известные гуру типа муджи рассказывают хорошую философию, не лучшую, но хорошую. Называют себя просветленными, никому не демонстрируя ситх. Они на самом деле простые люди, которые знают философию более и менее. Или менее. Я сомневаюсь, есть ли у них кроме теории знания. Я, как говорил, не верю ни в философию Индии, ни в какую, кроме своей. Но магия осталась для меня неясной. Я предполагаю, что другая возможность для нас есть, а наше я, возможно, не основана на теле. Но это предположение. Если это так, то нам лучшие миры еще недоступны. Все эти люди вели себя так, как будто они тут пришли. Сделали дело и ушли. Но они недобрые. Да, у них есть способности, но ни одного светлого добряка я не видел там. Скорее, они по ту сторону морали. У них какие-то свои уникальные понятия. Жаль, вот у них насчет «я» не поинтересовался. Ну, ладно, может, это и не важно. Так. Еще один комментарий опытного насчет магии и мистики. Изучал эту тему много лет и могу с уверенностью сказать, что это нечто далеко намного глубже нашего понимания. Мистика и магия есть. А вот как она работает, напрашивается плацебо. Но нет. Рассказываю контакт в 17 лет. А таких было много. Была у меня неизлечимая болезнь, которую действительно не вылечить. И сама не пройдет. Я полный скепсиса. Нашел бабушку в деревне, которая якобы лечила. Денег не брала. Я думаю, ха, если все работает, почему она не знаменита? Почему на весь мир не участвует в шоу Рэнди? Приехал, говорит, попей эту воду. Рассказала все, как я жил. Кого любил. Что было вообще все. Я думаю, вот дела. Я знаю только один. Я ей не говорил, даже жил. Ладно, думаю, попью эту бесполезную воду и все. Терять нечего. Да еще порог сердца в придачу. Жить осталось немного. И вот попил, как надо было. И что вы думаете? Врачи не поверили. Нет и следа болезней. Как будто их не было никогда. Боли, которые мне не давали жить. Мне приходилось пить вино, чтобы не сойти с ума от боли. Они исчезли и не возвращались. Больше никогда. Это было такое чудо, что я не знал. Ни как это понять, ни как объяснить. Но таких опытов у меня в запасе много. Сразу скажу честно, я не знаю, как они это делают. А вот Пелагея пишет. Мама мне как-то рассказывала, что ее сын ездил к одной бабке, чтобы помогла избавиться от курения. Даже не знаю, помогло ли, но потом стал злее и пить алкоголь стал больше. Как мамы не стало, превратился в зверя иногда, говорят, одержимый. Такие истории. Так, очень интересно. Молодцы. Интересные истории про магию. Значит, тема любопытная. Что я хочу сказать на это? Что для меня магия? Ну, конечно, магия, с одной стороны, это нечто необъяснимое, чудесное, волшебное. С другой стороны, магия это то, что мы можем наблюдать, то, что мы можем испытать, ощутить, пережить, почувствовать. Для меня магия это больше такая трансформация. Вот, я думаю о том, что люди не хотят быть людьми. Человек не хочет быть человеком. Человек ведет себя как животное. Как обезьяна. Почему? Потому что обезьяны обманывают. И обманываются. И они не способны говорить правду, быть честными. А вот человек способен. Но он не хочет говорить правду и быть честным. Поэтому вот психотерапия, первое, чем мы занимаемся, это учимся быть честными. И не обманываться. Обманываемся мы как раз с помощью логики нашего ума. С помощью вот так называемой рационализации. Да, и поэтому я стараюсь отключать ум свой и больше полагаться на интуицию. Это очень интересный опыт такой. Я все меньше и меньше стараюсь думать. Все больше и больше полагаюсь на вот эти интуитивные переживания, ощущения. Все больше прислушиваюсь к себе. И это уже немножко другая жизнь. Другая. Она очень интересная. Я прислушиваюсь к своим ощущениям индикатора. Моучу этому других. Моих учеников. Я тоже учу этому. И это очень полезно. Во-первых, это полезно для здоровья. Мы теряем энергию. Почему? По какой причине? Потому что нами проманипулировали. Мы столкнулись с гедонистической манипуляцией. То есть кто-то установил над нами тайную власть. Кому-то мы придали значение большое. Сами же. Сами же. Возвели другого человека на пьедестал. Из мухи сделали слона. Из дерьма сделали конфетку. Вот. Но. И потеряли энергию. Страдаем. Это, конечно, удар по самооценке. По чувству собственного достоинства. По системе ценностей. И так далее. Вот этого не надо делать. Чтобы этого не делать. Первый шаг. Первое, с чего начинается. Это с ощущений индикаторов. Как вы себя чувствуете. И что-то в вас обязательно отреагирует. На вот те самые каналы утечки информации. Которые есть у каждого человека. Как бы он не маскировался. Как бы он не обманывал вас. Обмануть поэтому невозможно. Того, у кого развита эта интуиция. Поэтому вот ее надо развивать. И вы почувствуете это. Как? Все по-разному. Кто-то съеживается. У кого-то мысли приходят в голову. Тебя обманывают. Здесь вертится эта мысль. Еще у кого-то. Но, как правило, телесные ощущения. Телесные. Поэтому надо прислушиваться к телу своему. Я этому учу тоже. Как концентрации. Как развить это чувство интуиции. Как жить здесь и сейчас. И так далее. Это очень классный инструмент. Прекрасный инструмент. Вот. Да. И там еще разные реакции бывают. Вот. Это полезная интуиция. Потом. То есть, она полезна для как раз сохранения энергии своей, здоровья. Потом интуиция полезна, когда мы... Когда мы... Вообще для жизни. Вот об этом очень хорошо пишет Дипак Чопра. Он пишет про вот эти совпадения. Про синхросудьбу. И вот эта вот магия, она тогда и начинается магия, когда мы начинаем жить жизнью души. И тут вы все притянете в свою жизнь прекрасное. То есть, на самом деле, вы будете жить жизнью души, вселенная будет отзываться на все ваши желания, удовлетворять все ваши потребности, организует встречу с нужными людьми и так далее, и так далее. Вообще все будет хорошо. Все. Когда вы начинаете прислушиваться к голосу души. к интуиции, когда вы начинаете наблюдать, видеть связи. А эта способность возникает, способность чувствовать, видеть, видение, да, возникает, когда вы научились первому самоанализу. Самоанализ начинается как раз с того, что вы различаете манипуляции. Это очень важная тема манипуляции. Если вы не понимаете, что вами манипулируют, ну, это пиши пропал. Все. Ну, это уже зомби. Вот. А те, кто смотрит телевизор, ходят на выборы, вот, религиозные люди, там, и... Работают по двенадцать часов каждый день, они не понимают уже этого. Значит, развиваете интуицию свою. Самоанализа с того, чтобы понимать, где происходит манипуляция. И дальше вот вы вот так вот развиваетесь, развиваетесь, и очень... И достигаете состояния, ну, я бы сказал, магов, волшебников. И вы вот в контакте со Вселенной, с миром, и вы все получаете, берете все от жизни. Вот. Очень хорошо про это пишут еще раз Дипа Кчёпра, да. Дальше. Что еще интересного происходит? Отказ от жизни ума. Горе от ума. Поэтому. Ум будет препятствовать жизни интуиции. Очень будет препятствовать сильно. И поначалу, вот, когда вы встанете на этот путь интуиции, вы будете немножко, ну, некомфортно себя чувствовать. Вы будете считать, что вы упускаете, упустили возможности какие-то. Вы будете считать, что вы потеряли. Вот ум будет вас загонять в такие ловушки разочарований. В ловушке такого стресса. Ум будет, вот эти мысли у вас будут, которые будут вызывать у вас стресс. Это надо пережить. Очень такое серьезное испытание. Ум ведь вас так просто не отпустит на свободу. Нет. Ум, для чего эта вся система образования-то нужна? Что умных людей воспитывать? Нет. Люди остаются дураками. Просто она здорово ограничивает. Начинает ограничивать. Ум очень ограничивает людей. Вот я, вот, зритель не, как тут сказано, про индийскую философию. Что-то там не приемлет, да? Только свою философию. Ну, правильно, правильно. Но, вот, например, индийская философия. А, не верю ни в философию Индии. Зачем в это верить? Это не надо верить. Это есть философия же, она есть. Почему в это верить надо? Она есть, и она такая, какая она есть. Ее надо изучать и знать просто. И дальше использовать или просто радоваться, радоваться, получать от этого удовольствие, что есть такая философия. И все. Это не догма. Философия не догма. Это религия догма. Религия требует от человека подчинения и регламентации образа жизни. Философия ничего не требует. Философия тебе дает. Дает инструменты. Дает тебе глубину. Дает тебе некие идеи, мысли, которые помогут стать счастливым. А так ведь никаких санкций нет за это. В религии есть. В религии санкция за непослушание. Это ад. И это чувство вины и стыда. В философии ничего подобного нет. Философия это свобода полная. Так вот, тут, кстати говоря, ну ладно. И вот философия, так просто получать от этого удовольствие. Так вот, индийская философия, она очень часто выходит просто за рамки опыта. Выходит за пределы опыта и превращается в магию. И от этого становится очень радостно на душе. Это мой огромнейший оптимизм, что ты вышел за рамки логики ума, за рамки практического опыта. Как вот это уже радует. Ты вышел в космос, в неизведанное. В мир воображения, фантазии. В мир, где все возможно. Значит, вот это и есть магия. И мы с вами... Так вот, ум. Он будет вас, ум, очень контролирует. Вот цензура, да. У нас тут... Вообще, вот эти законы, это вообще детский лепет. Детский лепет. Потому что, во-первых, они законы ограничивают людей. Задача социума – вас ограничить. Вас ограничить. Не дать вам быть свободными. Как раз все наоборот. Все наоборот. И вот... Все как раз наоборот. Не то, что декларируется. То, что декларируется, вот читайте, с противоположным смыслом. Почему мы... Почему нас, законы, не сделали людьми? Почему, несмотря на хорошие законы, мы не хотим быть людьми? И любить, и быть добрыми, прекрасными, быть поддерживающей средой и так далее. Потому что они не работают, законы. Законы не нужны. Просто люди больные, они нам их навязывают. Они навязывают эти законы и думают, что вот это все так здорово. А на самом деле все от этого только страдают. От этих законов. Ну, это ладно. Значит, дальше. Магия. Так вот. Мы избавляемся от диктата ума. Самая страшная диктатура, это диктатура ума как раз есть. Ум спорящий. Ум это вот моя правда. Ум конкурирующий. Ум сравнивающий. Ум несчастный. И вот когда вы начнете жить жизнью интуиции, то ум будет всячески сопротивляться этому. Всячески. И он будет вам внушать, что вот вы теряете, упускаете возможности и так далее. Ничего вы не упускаете. Возможности они есть. Они были, есть и будут. Их будет много. И они есть всегда. Просто вы их упускаете с точки зрения ума. И потом, вот что делает ум наш? Это очень коварен. Ум очень коварен. Так же, как ум же депрессия порождение ума. А депрессия великая обманщица. Вот вчера как раз ученик мой сказал мне прекрасно, что вот рассылка антидепрессивная помогла ему справиться с депрессией. Очень хорошо. Вот обманщица об этом там речь. Депрессия. И порождение ума, и ум наш, что он делает? Он нам говорит, ты упустил возможность. Ты испытал стресс. Правильно? Ну, конечно. Упущенная возможность, упущенная выгода, упущенный шанс. Мысли-то какие? Неудачник. Что еще там? Ну, и так далее. Идет накрутка себя и раскрутка вот этого негативного потенциала ума. Горе этого, да? Стресс. Мысли – это обязательно психосоматика. Обязательно скажется на здоровье. И обязательно это закрепится. Сильная эмоция закрепится. И свяжется с этим шансом. В памяти. И что он будет говорить вам? Не пытайся даже. Даже не пытайся. Он у вас будет формировать эту беспомощность. Вот что такое. Почему так много беспомощных людей? Вообще, то, что с людьми сотворили, то, что мы сами с собой делаем – это ужас. Мы не хотим счастья. Не хотим любить. Мы не хотим быть здоровыми, богатыми, благополучными. Мы не хотим страдать. Мы хотим страдать. Это свойство ума. Чем умнее человек, тем он больше страдает. И так и сказал один мудрец, что многие знания, многие скорби. О, смотрите. Это опять ум. Значит, скорбеть, страдать, вместо радоваться и получать удовольствие от жизни. Наслаждаться, быть спокойным, веселиться, праздновать жизнь. Эта система образования на это ничего не дает человеку в плане экзистенциальном. И смотрите, она же и не воспитывает никак. И она же не образовывает. Тут люди школу заканчивают. Даже школьники уже убивают друг друга. Режут ножами. Алкоголь употребляют. Что это за система образования, которая не образовывает человека, не воспитывает его? Которая не учит человека быть человеком, и чтобы он хотел стать человеком. Полная же деградация. Полная деградация. У нас гордятся тем, что люди вызубрили, а потом забыли. Сдали экзамены, получили пятерки и забыли. Ладно. Это другая тема большая. Но, тем не менее, как пример. Так вот. Очень подходит нам. И вот жизнь ума. Отказываемся от нее. Но ум будет сопротивляться. Но, тем не менее, переход возможен. Чтобы переход произошел от ума к интуиции, самостоятельно сложно. Так же, как и с депрессией сложно справиться самостоятельно. Потому что вы себя не видите со стороны. Вы не знаете, как может быть. Поэтому и нужен человек, который вам поможет. Это психолог. Тонкий психолог. Мудрый психолог. Поэтому я вас жду на консультации, чтобы вы совершили этот переход, эту трансформацию к совсем другой жизни. К счастливой, прекрасной жизни, к жизни празднику, к жизни человеческой, к человеку, к себе, чтобы вы стали людьми. Так, и дальше идем, да. Вот ум будет сопротивляться. И вот тут и происходит магия как раз. Магия. Когда вы, несмотря ни на что, прикасаетесь к этому удивительному внутреннему миру своему, интуиции. И перед вами открывается все богатство, изобилие мира, вселенной. Вот это для меня, вот это магия. И вот начинают происходить совпадения и так далее. И тут вы начинаете, и тут появляются такие редкие качества, которые свойственны людям. Если вы их испытываете, значит вы и есть человек. Это доверие. Доверие. Доверие к себе. К своему внутреннему миру, к своей душе. Доверие к вселенной. Это вообще переворот сознания. Это все меняется. Все меняется в вашей жизни. Полная, полная трансформация. Вот так интересно жить становится. А дальше начинаются чудеса. Каждый день. Каждый день чудеса. Каждый день. И успех во всем. В любом деле. В любом. Во всем. Ваши мысли. Это уже успех. Вы встречаете людей, друзей, любовь, работа, деньги, путешествия. Но все, что вам нужно, вы получаете. Все. Соляйте, как можно жить. Слава, если вам нужна. Ну, а самое главное, это внутренний покой, гармония. Это уверенность в себе. Это сила, смелость. Это спокойствие. Та самая нирвана. И огромная, 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 огромная любовь. Вы живете в любви. И вы настолько начинаете ценить этот источник любви. Это ваша душа. Это ваше подсознание. Это ваша интуиция. Это ваш внутренний мир. Моя душа все перевесит. Как в моей песне поется. Гениальная фраза моя. Моя душа все перевесит. Вот. Вот это состояние есть. Великого просветления, озарения. Приобщение к чудесному миру удивительному. Который от нас скрыт умом. Был. Теперь он открылся. Становится очень-очень хорошо. Очень хорошо. И у вас вы не болеете. У вас отношения с людьми выстраиваются хорошие. Никаких вампиров, дебилов вокруг вас. Только все самое прекрасное. Душевное, чистое, удивительное. Люди раскрываются. Люди раскрываются. В вашем присутствии, когда вы находитесь в этом состоянии. Сознание, скажем так. Вы видите насквозь людей. Вот вы чувствуете всех. Все понимаете про людей. Вот вы смотрите на человека. Даже если вы не видите его. Просто он вам письмо написал. Вы все уже поняли про него. Так. Поэтому вы притягиваете к себе все самое прекрасное, удивительное. Светлое, счастливое. И вы меняете реальность. Потому, что вы человек. С человеком другой хочет быть тоже человеком. Человек ведь все очеловечивает. Даже животных. Даже, ну, все. Да, вот есть фигура речи. Там, одушевление, да. Вот. Смотрите, как интересно. Таким образом, люди рядом с вами тоже преображаются. И поворачиваются к вам своей светлой стороной. А те, кто... Ведь это очень тонкая вещь. Вот наши отношения с окружающим миром. Почему мы видим дерьмо? Например. И люди себя проявляют как дерьмо. Потому, что... Мы так на них смотрим. Мы так с ними себя ведем. И мы так к себе относимся. У людей вообще дерьмо в головах. О чем люди говорят? Это просто кошмар. Просто кошмар. О чем люди говорят? Это же просто... Там не то, что помои. Там канализация в голове. Просто унитазы. Вместо мозгов. Вот так себя довели. И вы в этом... Будучи... Ну, скажешь так, посветленными, да. Людьми и высветленными, как хотите, да. Можно еще что-то придумать, сказать. Магами, волшебниками. Вы увидите людей с их прекрасной стороны. Поэтому вот когда на консультациях... Вот люди с проблемами, серьезными... Я занимаюсь такими тяжелыми случаями сейчас. Приходят с проблемами ко мне. Сложными. Мы их решаем. Потому что я вижу в человеке прекрасное. Чего человек в себе не видит. Думают, ну как ты так видишь? Ну ничего такого нет. А ты вот это видишь. Какой ты хороший человек. Да, я хороший человек. Но я и в вас вижу хорошее. Вот вам позиция. Правильно. У меня все хорошо. И у других все хорошо. Это самая адекватная позиция. Почему так? Потому что... Действительно. Проблемы-то все. А выдуманные. Решите их. Решите. И вам будет хорошо. И вы можете их решить. Если вы думаете, что не можете, то это и люди ума. Это горе от ума. Которое вас повергает в отчаяние. Можно все решить. Любую проблему. Конечно, я так и смотрю. И я это вижу в человеке. Восхищаюсь. Восхищаюсь людьми, которых я встречаю. Восхищаюсь просто. А для другого они будут ничтожными. Ничтожными какими-то. Неудачниками. Какими-то несчастными. Замухрышками. А для меня. А я вижу в этих людях гениев. Потенциальных. Я их слушаю. И я восхищаюсь. Я не люблю нормальных людей. Это не нормально быть нормальным. Ненормальным. А они ненормальные. Я очень люблю их за эту ненормальность. Они страдают много. Хотя могут и не страдать. Ну вот. Я им помогаю не страдать. Стать. Принять себя. И наслаждаться жизнью. Радоваться. Быть здоровыми. Самореализовываться. Трансформироваться. Стать магами. Приобщиться к этому удивительному миру. Волшебства. Чудесного. Магического. Исцелиться. И так далее. Вот что происходит. Так что вот. Такая магия моя. Кто. Все кто хочет. Испытать эту магию. И стать магами. Волшебниками своей жизни. Я вас жду на консультациях и программах. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok.